Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В нашей временной студии с вами Вадим Пачема. И сегодня в выпуске. Не до отдыха. Глава Чуваши проверил ход строительства парка Амазония и московской набережной Чебоксар. Безграничный талант. В столице республики прошел всемирный паромузыкальный фестиваль. Все кружки и секции в одном телефоне. В Чувашии запустили навигатор дополнительного образования. Сегодня глава Чувашии встретился с руководителями региональных отделений политических партий. На встрече обсудили различные аспекты социально-экономического развития республики. Партийные проекты направлены на повышение качества жизни населения. Несмотря на разные политические взгляды, надо уметь налаживать конструктивное взаимодействие, убеждены представители партий. Только так в диалоге друг с другом можно добиться социально-экономического развития региона. Стабильная общественно-политическая ситуация в республике была, есть и будет. Мы твердо стоим, чтобы эта стабильная ситуация оставалась на долгие-долгие годы. От этого зависит и деловой климат, и национальный рейтинг, и привлечение инвесторов для открытия производства и создания высокотехнологичных рабочих мест. Представители региональных отделений политических партий не понаслышке знают о тех проблемах, которые волнуют жители республики. К примеру, шумерлинцы и алатрцы обеспокоены темпами подготовки к отопительному сезону. В Канаше остро стоит вопрос с пассажироперевозками. Обо всех этих проблемах руководство республики знает, держит на постоянном контроле. Неразрешимых ситуаций нет. В связи с тем, что у перевозчиков, которые являются предпринимателями, автобусов не хватает. С учетом начала финансового оздоровления банкротства на предприятии Чуваштранс, мы передаем в аренду всем тем предпринимателям, которые и обращаются. Понятно, там эти рыночные отношения. Кому какой мести-мести надо, у нас автобусный баргон стоит. Сегодня пока на временном таком, по временной схеме работает. Публичные дорогие проведут все полностью. Все маршруты они будут уже иметь своего перевозчика. Модернизация медицинской сферы, изменения в пенсионном законодательстве, поддержка многодетных семей. У представителей партии не только вопросы, но и предложения. Во многих регионах есть так называемые удостоверения многодетных семей. То есть это либо справка, то есть законодательно закреплена некая форма удостоверения многодетных семей. И во многих регионах, в том числе при проезде через Керченский мост, независимо с какого региона, когда предъявляют такое удостоверение, люди получают, возможно, допустим, там, ну, если взять по Керченскому мосту, то мосту без очередного проезда, например. Да, такие маленькие, скажем, поблажки по всей России можно получить. По поводу выдачи удостоверения. В этом плане мы действительно сейчас занимаемся. Мы создадим рабочую группу, посмотрим, что в этом плане можно делать на уровне Чувашкой республики. Участники встречи озвучили и многие другие вопросы избирателей, а также выступили с рядом предложений по решению актуальных проблем. Для привлечения туристов у Чебоксар должна появиться своя изюминка. Облик столицы республики меняется стремительно. Продолжается реализация приоритетных проектов. Глава Чувашии сегодня проинспектировал ход благоустройства этнокомплекса Амазония и Московской набережной. Подробности у Дмитрия Ковалева. Прогулочная зона, фонтаны, статуи амазонок. За последние годы здесь произошли глобальные перемены. Там, где раньше были заброшенные пустыри и овраги, продолжается благоустройство этнокомплекса. Но Михаил Игнатьев приехал сюда не для того, чтобы любоваться красотами. Необходимо понять, почему затягиваются работы. Из 114 миллионов рублей подрядчиками освоено всего 20%. Угрозы есть, что при неосвоении денег, при незавершении просто могут приостановить финансирование и деньги останутся на следующий год на другие цели, на другие проекты. Ну как освоите при таком темпе? Электричества нет, трудоварщи нет. 20 дней осталось по контракту. Глава региона признается, что проживает неподалеку и часто прогуливается здесь пешком. Даже после беглого осмотра можно понять, темпы, да и качество работ оставляет желать лучшего. У нее песчано-цементную смесь, что ли, кидает? Это затирка идет. Это называется затирка тяп-ляп. Возведенный ко дню знаний кадетский корпус – пример того, что если очень захотеть, можно реализовать и амбициозные проекты. На строительство этнокомплекса необходимо привлекать больше рабочей силы, пока позволяет погода. Если начнутся обильные дожди, то сдача объекта может затянуться надолго. Надо быстрее акты оформить после выполнения работы, представить. Бюджета нет никаких проблем. Через казначейские исполнения, первичная документация есть, экспертиза проведена, финансирование проводится. Для сопровождающих Михаила Игнатьева, подрядчиков и чиновников, все пошло не по плану. К набережной Волги глава региона решил спуститься лесной тропой. Впрочем, этот путь жителям города знаком хорошо. Отсюда сделали тропу, люди спускаются, люди поднимаются. Так ведь? Даже до лестницы они не доходят. Почему? Потому что им удобно где-то ходить. Это надо решать эти вопросы. Кто должен решать? Вы должны это решать. Без нас. Затягивается и благоустройство набережной. Глава региона приезжал сюда накануне Дня города, но ВОЗ и ныне там. Задача подрядчиков сдать работы до ноября. Это приоритетный проект. За 9 недель вы ничего не сделали. Тогда зачем влезаете в эти конкурсы? Зачем подписываете государственные контракты? Согласно контракту, обязательно все выполнят. 1 ноября срок. Да, 1 ноября. 80 миллионов еще неосвоенных денег на сегодняшний день. Так точно, мы все это в курсе. Идет сейчас закупка подпорной стенки, данный участок у нас задерживается. С подрядчиком и заказчиком Михаил Игнатьев устроил очную ставку. Будет выполнено. Прошу записать журналиста. Не боитесь этих слов? А почему бояться? Подрядчик взял, обязательно все будет выполнять. Фронт работ немалый. За два месяца на набережной необходимо обустроить пешеходные дорожки и проезжую часть. Установить фонари. Это место должно притягивать туристов как магнит. Главное сейчас не сбавлять темпов. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Велиев, Республика. Время собирать камни. После мартовской трагедии в Кемерово в нашей стране пересмотрели требования к пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Многочисленные проверки прокуратуры и МЧС выявили массу нарушений в торговых центрах, в кинотеатрах, в ночных клубах Чувашии. Некоторые заведения, которые не соответствовали требованиям пожарной безопасности, закрыли сразу после весенних проверок. По многим нарушениям судебные разбирательства продолжаются до сих пор. А буквально на днях в МТВ-центре в Чебоксарах закрылись все детские развлекательные центры. Буквально пару дней назад, еще на прошлых выходных, здесь играли, развились, проводили свое свободное время сотни детей. Сегодня здесь выключен свет. Владельцы детского центра готовятся вывозить оборудование. Людей, которые сюда еще приходят по привычке, разворачивают обратно. А все потому, что безопасность превыше всего. Закрытие детских развлекательных центров на верхних этажах МТВ-центра, пожалуй, одно из самых масштабных мероприятий по устранению нарушений. По закону они должны быть расположены не выше второго. По итогам проверки прокуратурой в суд было направлено исковое заявление с требованиями о приостановлении деятельности торгового развлекательного центра МТВ-центр до того момента, пока они не устранят все выявленные нарушения пожарной безопасности. Вот сейчас в настоящий момент установлено, что после того, как прокуратура обратилась в суд с иском о приостановлении деятельности, администрация торгового центра начала совершать действия по устранению выявленных нарушений. В том числе, как мы сегодня убедились, детские развлекательные центры, которые были расположены на пятом этаже данного помещения, прекратили свою деятельность. На сегодняшний день в торговом центре устранены и другие нарушения. Мы улучшили качество звука в общественных зонах, навигация, стрелочки повесили, светящиеся по предписанию, доводчики на двери поставили, на незадымляемой лестнице. Ну и самое основное, которое мы просто закрыли детскую зону, которую нам предписывали. Нарушение правил пожарной безопасности. Моя личная ответственность, чтобы людям было комфортно и безопасно находиться в нашем центре. Мы над этим работаем. Работать еще есть над чем. Так нужно привести в порядок лестницу, ведущую на балкон, отгородить лифтовую зону от торгового зала. И не только. Отказ прокуратуры от иска возможен только в случае реального устранения всех выявленных нарушений. Детские площадки в других торговых центрах, расположенные выше второго этажа, пока работают. Но прокуратура уже подготовила иски к нарушителям. Они рассматриваются в судах. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. С этого года в Чувашии заработал новый информационный ресурс «Навигатор дополнительного образования». Он объединил более 125 организаций. Среди них и Центр детского и юношеского творчества имени Николаева в Новочебоксарске. Николай Никин с удовольствием рассматривает деревянные поделки. В этом году он решил освоить искусство деревянного зодчества. Вопрос, где и когда этому можно научиться, не возник. С помощью специального навигатора дополнительного образования нашел кружок рядом с домом. Я записался с помощью приложения «Навигатор» в кружок, в секцию «Резьба по дереву». Потому что я хочу изучать всякие поделки деревянные. Что-то делать с деревом, разные шкатулки. То, что делают здесь дерево. Мама Коли и младшую дочь тоже записала в кружок, не выходя из дома. Мы зашли в эту систему и оказалось, это очень доступная система. Очень удобная. Там размещена полная информация о всех кружках, секциях, центрах творчества и других учреждениях дополнительного образования. Но мы конкретно искали направление. Так, дочь моя хотела заниматься хореографией и она выбрала для себя хореографическую студию. Помимо хореографической студии, в ЦТДЮ работают еще около 90 кружков различной направленности. В любой из них можно записаться через «Навигатор». Вообще, в единой базе собрана информация практически обо всех кружках, секциях и объединениях Чувашской Республики. «Навигатором» уже успели воспользоваться около 800 семей. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Бахтияр, Велиев, Республика. В музее Тюмеревской средней школы Янтиковского района открыли памятный стенд, посвященный генерал-майору Федеральной службы исполнения наказаний Василию Федорову. В этой школе учился будущий офицер. Свою трудовую деятельность Василий Валерьянович начинал с инспектора, затем был заместителем начальника. В октябре 2013 года был назначен на должность начальника управления режима и надзора в СИН России. Спустя год получил звание генерал-майора. Он стал первым выходцем из Чувашии, который получил столь высокий чин в системе исполнения наказаний. На памятном вечере, посвященном дню рождения Василия Федорова, коллеги и близкие возложили цветы к его могиле. В столице Чувашии впервые прошел Всемирный парамузыкальный фестиваль. В Чебоксарах он отметил свой 10-летний юбилей. Что участники узнали о нашем городе и как прошел сам концерт, смотрите в специальном репортаже Юлии Важениной сразу после выпуска новостей. А я с вами прощаюсь. До завтра. Более 40 артистов, 20 регионов нашей страны. В столице Чувашии принимает Всемирный парамузыкальный фестиваль, 10-й по счету. С песнями и танцами встречают участников в Чебоксарах. На поезде или самолете два дня участники фестиваля съезжали с Чебоксарой небольшими группами. Дима Комиссаров приезжает на конкурс уже второй раз. Я буду играть на фортепиано. Два произведения – это лирический танец Амирова и этюд Геллера. Фестиваль, не знаю, просто здесь какая-то атмосфера очень необычная. Не знаю, почему мне так это нравится. Играть можно на любом предмете, уверен Миша Десяцков. Щелкунчика Чайковского он исполнит на хрустальных бокалах. У всех знакомых все это собиралось из стенок, из дома. Где-то около 40 бокалов, наверное, было перебрано. Из них выбрано 13. Если его долго играть, и получится все, что хочешь. Например, играешь вот этот динь-динь-динь. Всемирный парамузыкальный фестиваль в этом году отмечает юбилей. Десять лет он помогает найти особенных одаренных детей и дает возможность им реализовать себя. Многие из них, например, первый раз выступают с оркестром. Для них это вообще целое событие, конечно, и непривычно. Поэтому у нас такое не стоит выделить кого-то, поставить по ранжиру. Просто это такой праздник, как говорится. Мы стараемся сделать праздник и для участников, прежде всего, ну и, конечно, для зрителей. На подготовку к концерту у ребят было лишь три дня. Но и в таком плотном графике они нашли время познакомиться с городом. Первая точка экскурсии – музей Чувашской вышивки. Это просто невероятно. Это буря эмоций, буря восторгов. Мне очень нравится. Я узнала, как выглядели раньше невесты, какие у них были наряды. Мне это нравится. Даже во время экскурсии артисты ни на минуту не забывали о своем номере. Немного волнения есть, но я стараюсь с этим справляться, потому что каждый раз, когда я выхожу на сцену, я получаю много эмоций, много впечатлений. Те, которые у меня в обычной жизни, просто они есть, но их незаметно. Эти эмоции, они просто незаметны. А вот когда выходишь на сцену перед толпами народов, открываешь сердце, открываешь душу людям. И люди понимают, что ты хотела им сказать. Я вижу это в их глазах. Я понимаю, что да, действительно, жизнь удалась. Национальный музей и музей Чувашской вышивки, Центр современного искусства и Красная площадь. За пару часов артисты посмотрели многое. Национальное телевидение Чуваши снимало их. Они все вокруг. Скажи, пожалуйста, ты что снимаешь на свой телефон? Я начинающий видеоблогер. Это сейчас модно. Но я как бы не злоупотребляю. Я так для себя показываю людям, как говорится, где я бываю. Города интересные. Чуваксары теперь относятся к интересному городу. Как тебе? Да. Очень такой красивый город. Интересный. Даже интересный больше, чем красивый. Потому что нам рассказывали здесь руны всякие. Вот эти древние знаки. Герб нам показывали. А вот даже микрофон у вас желтого цвета. Участники фестиваля уже опытные артисты. А значит, репетировать могут везде. Даже на Красной площади. О море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Два дня перед концертом участники разве что не спали в театре оперы и балет, а на репетиции шли с утра до вечера. У каждого из пары артистов был не просто номер, а целое шоу. Были задействованы танцоры, музыканты. В доброй половине номеров участвовали студенты и преподаватели театрального факультета специализированной академии искусств. Это единственный вуз в нашей стране, где обучают искусство людей с ограниченными физическими возможностями. Практически в каждом номере фестиваля эти артисты выступали наравне с остальными участниками. Например, Татьяна Валешная задействована в нескольких номерах. Она танцует, участвует в жестовых миниатюрах, но больше всего ей нравится петь. Больше в сердце ей попадает петь. Она очень любит петь. Это такая живая энергия и контакт с исполнителями, со зрительным залом. Это такое чувство, вот ей хочется петь для меня. Чтобы когда зрители приходили и видели, что происходит на сцене, что там, что есть люди с особенностями, инвалиды, которые могут все. Пусть они удивляются. Это очень важно. Чтобы все рассказывали тем, кто об этом не знает, что те люди, у которых есть особенности, с ними нужно хорошо общаться. У них очень хорошая душа. Настал День Икс. Концерт Всемирного паромузыкального фестиваля. За кулисами суматоха. Кто-то распивается, кто-то гладит костюмы, кто-то завивает локоны. Волнуются всем, не исключение и Софья Бабич. Она уже не раз принимала участие в вокальных конкурсах на федеральных каналах. Но каждый выход на сцену, как в первый раз. Я ужасно волнуюсь, хотя песня готова. Песня уверена, но волнение есть, как и перед каждым выступлением. Как любой, наверное, артист. Не бывает артистов, которые совсем не волнуются перед выступлением. Особенно вот эта вот секунда перед выступлением. Она, наверное, самая волнительная всегда. Я вот, знаете, видела в одном фильме, там делали что-то вроде такого. Но мы на самом деле делаем, как у нас трещалки называются. Это как разогреваются связки. Ну и любимое, как паровозик у нас. Вверх-вниз разогреваем. А в основном ничего такого, как перед смертью не надышишься. Лучше, наверное, просто настроиться хорошо именно вот уже на образ. А образ у Лизы непростой. Она примерила на себя песню «Орликина». К серьезной драматичной роли нужна серьезная подготовка. Я еще взяла не вариант Пугачевой, а вариант с лирическими вставками Градского на голосе было. Ну, мне чем нравится именно вот этот вариант, потому что я всегда сложнее выбирать. Чем сложнее, тем оно приятнее работать. Ну, что я, в принципе, очень люблю. То, что вот мы особенно с оркестром, и все это больше работаешь, больше на подкорку опыта ложиться. И эта вот сложность, она тоже приятна мне. И в образ, когда вживаешься, конечно, перед выступлением, я стараюсь, чтобы меня никто особо не тревожил, даже ни с кем особо не разговаривая, потому что я настраиваюсь. Не все участники фестиваля профессиональные артисты. Например, Константин Фролов художник, но на концерте поет. Желание петь у Кости появилось не сразу, его талант раскрыли друзья. Именно они и настояли на том, чтобы Костя развивал свои способности. Музыка я люблю, влюбился в музыку просто. Я каждый день слушаю. Встаю, завтрак, кофе, наушники, музыку слушаю. Там, Селиндио, все вот эти артисты самые знаменитые. Потому что такие, такие, такие артисты сейчас, такие, как Тина Теорнер, Гритни Хьюстон, которые уважают. Они очень помогают, вдохновляют, они учат нас быть на сцене, быть естественными, настоящими. Танцоры инклюзивного проекта «Преодолейка» и группа «Проект» – еще одни участники фестиваля. Эти ребята доказывают, что танцевать могут все. Когда я танцую, я чувствую, что я свободен. Я чувствую, что летаю в облаках где-то. Через танец можно донести до зрителя свои эмоции. И важно, чтобы в зале было, кому их принять. Поэтому Наталья Бахматова считает важным присутствие на концерте разной публики. И с особенностями, и здоровой. Еще важно для здоровья, что с каждым это может случиться. Не с ним, да, не дай бог, с его родственниками, близкими. Как-то поддержать человеку, сказать в нужный момент, что ничего, жизнь продолжается. Это просто новый этап. Это новый этап в жизни. Может быть, в этом ты больше даже проявишься. Человек начинает добиваться результатов, и у него жизнь становится гораздо интереснее до того, как она была, пока он был здоровым. Намного насыщеннее. И человек поднимает, и окружение говорит, да, действительно, слушай, он может, а мы-то что? Нет, мы тоже. Что, мы хуже у него, что ли? Мы здоровы. Нет. Чувашию на паромузыкальном фестивале представлял ансамбль народного танца «Танташ». В коллективе занимается около 30 детей, у каждого проблемы со зрением. Но это нисколько не мешает выступать, а в некоторые моменты, наоборот, помогает. Помогает то, что я не вижу очень много людей, и меня это успокаивает. Танцы помогают мне развиваться физически и духовно. Еще помогают побороть страх сцены и стать более коммуникабельной. Мой любимый танец «Чувашский». Движения тоже очень характерные. Двухчасовой концерт пролетел незаметно. Юные артисты так понравились зрителям, что последние не хотели их отпускать. И долго аплодировали исполнителям. Это люди вновь и вновь и вновь ищут на земле любовь. Нас смели, о, ты. Не один, не один, не один, не один, не один. Нас смели, о, ты. Субтитры создавал DimaTorzok